господа всем привет рассказываю что мы тут берем только не пали контору сразу мы берем что-то такое короче что все хотят но не все могут очень мало людей могут и еще меньше людей это ставит не палить контору это машину не палить машину не палим короче это такая штука длинная привода у нее куча шестеренок и все это вращается и заставляет машину вертеться под жопкой вообще весело короче ребят все палим у нас теперь будет а пятая на полном приводит подел за три по ходу болезни не всех по ходу да лучше а выхлопа же одинаковые да так короче вот эта система полного привода на эту машину я помню что вы когда ставили перед шрифт бенга у нас звук шел из зубом через ммайку у него слог я снимал свой да смотри ты мне сейчас говорим если они через бенга хотят поставить ммайку да то именно слог не нужен потому что ммай сама генерирует звук помнишь мы снимали слог он отдельно был но здесь был банк и поэтому был отдельный посевок в любых раскладах там одна и та же проводка идет поэтому не истинная проблема тащу на мойку мы ее подмоем маленько чтобы она почище была уже чистенько будем снимать и опять же у вас есть задние поктроники да радары нет нет если будете в дальнейшем вот такие радары ставить то желательно сразу тоже продумать ну я там не буду ставить не радары точно не будем ставить там еще шторка есть прикольная что так ну как работает радар вы понимаете знаешь я понимаю а ну вот этот сам шторка заднего этого ну так ребят короче чтобы вы понимали сейчас что здесь происходит сейчас с этой машины будет сниматься задняя балка там редуктор получается стойки мы не забираем стойки здесь адаптивные или крон управляемые мы их не будем ставить они останутся у меня мы снимаем полностью полный привод с балкой соответственно кардан бензобак и коробка передач коробка передач у нас 6 хп 28 АДЗФ вон она там лежит с 6 ступка соответственно больше на коробку передач кулиса да 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 кулиса и разъем штекер или лимой подойдет соответственно карабас вон там я уже я уже скидывал человека твой диск да кстати редкий диск на самом деле мы нашли еле еле да у меня у человека он купил опять у него диск вообще эксклюзив там если он его сломать он вообще его никогда не идет таких диск просто нет они причем 20 на коробках где-то разъем какой-то есть да да на коробках есть разъем находится он иначе как вот здесь вот он а он от нашей коробки подходит а вот я тебе не скажу что куда вот надо тогда этот разъем есть есть я посмотрю разъем я тебе сниму в любом случае сейчас секундочку ну вот соответственно кулису я там кулису я там чтобы пробовать посмотрел потому что бывают отличия соответственно так тогда смотри приборку можешь пожалуйста пока что в загажнике поставить я все ее сниму сейчас она пусть лежит на нее спроса нет она будет ждать тебя господа вот кстати смотрите какая дура у тебя в два раза меньше коробочек понятно я говорю мы ее разбирали ее снимали в итоге вот эта коробка вот эта раздатка получается это раздатка это коробка это гидротрансформатор вместе с приводом на передние колеса а привода мы кстати посмотрели они разные так что да привода однозначно забираем смотри еще мы когда снимали я снимал коробку в сборе с движком вытаскивал и коробка тяжелее двигателя когда их я разъединил коробку не поднять двигатель легко поднимали она очень тяжелая она капец тяжелая мы вдвоем там парень тоже такой крепкий мы его прям таскали здесь тяжело помогал мне слушай если завтра нас не будет помажешь человеку загружить да решим конечно да так нормально а вот там там ты вот так уже легко так не сделаешь ну понятно да там обосрешься там просто там весь вес вот там на морде висит когда опять сделаешь можно посмотреть да конечно ну она у меня третерс висит на обзор дашь конечно может по новым бокам на человеке короче я поговорил со своим коллегой он говорит ставь ген-2 мотор для начала чтобы она на двухлитровике как-то вертеться начала потому что ген-3 дорого ген-2 там ты свои четыре вытащишь из нее и хотя бы научишь ее ты мне объясни как ты собрался коробку BMW дружить слушай ну как дружат с тойотовские 154 совсем подряд так же болгарка сварка да болгарка сварка все остальное по сути это что у нас у нас любая коробка это первичный вал который сидит с мухарьком через сцепление там особо проблем нет ну немножко инжинирии немножко кулавы немножко на сварку это как игрушка ради интереса вот поэтому посмотрим ну опять же коробка BMW это не панацея это просто идея такая рабочая может аудюшной коробки там сразу нету Мерседеса коробок нет на каенах встречались механики но они настолько редкие звери что их как ухрен а вот от BMW 3 можно поискать что-то короче будет много контента интересного походу что они еще 50 и все а еще потом а еще потом две недели им ставят Влад сказал недели хватит я уже верю Владу с того как он слушай дай спросим у них сколько у них будет стоять поставить давай слушай а сколько у вас будет стоить поставить что привод блин это кстати нормальный мысль на самом деле а по времени по времени сейчас сейчас буквально потому что они тоже знают как это делается а для нас это будет открытие всегда все эксперименты на мне проводят на моих машин ты заметил всегда почему-то так Влад прости и так господа короче добро пожаловать в очередной день нашего безумия короче я еду встречать Армена Армен вы знаете по прошлым сериям короче он нам сейчас привез кое-какие ништяки так господа тут уже знакомые лица а вот это наш свап комплект полного привода ебать копать вот так вот сейчас мы это все будем таскать и Так, это селектор КПП, подставка селектора. Ага. Болты и гайки, да? Центральный туннель и бензобак. Итак, господа, скажи, не 5000 рублей это стоит, да? Раза в 6, это больше. Короче, комплект полного привода для Audi A5 доставлен. Почему я решился на этом? У него стоит машина с готовым комплектом полного привода. Соответственно, если мы вот начнем это ставить и нам что-то не хватит, мы поехали к нему и тут же сняли то, что нам надо. И поставили. Все болты, все гайки, все-все-все-все-все-все-все есть. Подранник тоже, вон, 4 болта, он держится. И стойки получаются, и все. Лучше бы у меня стартер. Короче, опять Леха, эвакуатор 8-911-112-34. Опять Allroad. Друзец, труба просто жесть. Просто ***, ***. Короче, Allroad отрыгнул. Попозже расскажу, что с ним было. А то холодно, 24 градуса. Труба. Все, поехали. Всем привет. Доброе утро. Сегодня, короче, будем Allroad эвакуировать. Итак, Леша приехал. Сейчас мы будем грузить пациента и везти. А, Леша не в форме. Да ладно, нормально. Все мы тут немножко не в форме. Смотри, вот это вот вниз, это вверх, это вниз, это вверх. Поднял. Йоу. Ух ты, бля. Аккуратнее. Да. А, забольшу. Вот так? Да. Вот так? Да. Да. Вот так. Да. Аккуратнее. Вот так это все происходит Вот сам первый раз в жизни Блин, реально я первый раз в жизни это делаю Вообще очень интересно Ну все, с тебя еще десятки Вот контент, шок контент Короче там сказали 50 на 50 А загнули? Думаешь? Думаю вот 70 Ну сейчас увидим, да Ну рассказывай Дима Приветствую Здравствуйте Будем вскрывать пациента Надеюсь, ничего жесткого А я надеюсь, я думаю, что у тебя патрубок просто слетел на пуске Да? Есть подозрение Есть подозрение, что она просто чихнула Ну, сейчас узнаем Короче, заехали Так, господа Короче, одна свечка залита маслом была В колодце Две свечки залиты бензином Сейчас будем делать эндоскоп и посмотрим точно Что там внутри Тут сверху натекло масло Ну, слушай, следов то, что клапан с поршним встретился нету Нету, нету следов никаких нету И следы просто У тебя хороший мотор Там в двух цилиндрах есть задиры Небольшие Ну, небольшие, ты же понимаешь Слушай, клапана не задненько Ну, в одном горшке все отлично А если в одном отлично, то и во всех отлично Ну, вообще, по идее, да, должно быть так Ну, давай мы все посмотрим Мы же, что А, да Нужны парни серьезные Вот задирчики, видел? Ты серьезно? Это царапины Это не задирчики Это детский сад называется Это называется Я только с конвейер выехал Это называется 200 тысяч, давай мотор новый И вообще все у тебя давно Конечно, да Это вот так вот они говорят Ну, это да Это тоже наверху Я просто колпанишки думаю, что я увижу все-таки они тут рядом Нет, видишь, он нецел Ну, пошли тоже не получал Вот видишь, только тут вот Натекло, видишь, сколько бенза Ага То, что воспламенение нет Слушай, а может у меня просто это Мне кажется, ты перелить ее мог Зажигание, может быть, у меня просто ее Тут же есть же катушка общая На все катушки Нет, тут вот они каждая по отдельности Что ж, давай мы сейчас с тобой вообще еще диагностику подключим Посмотрим, что нам скажет комп На комп скажет то, что по вот этой башке А мог еще кстати датчик коленвала Мог, если датчик коленвала отъезжает, то сразу перестает распламеняться Настой, это все перестает распламеняться Да, все Была ошибка по датчику Слушай, у тебя просто, у тебя там перелито бензином все, конечно Но следов удара нету Я вижу Я вижу, что нет Вопрос у нас опять же остается по фазам То есть не уехала ли цепь По каким-то причинам Ну, давай мы с тобой попробуем сначала толкнуться от свечек Да, я попробую Новые свечки завестись Ну, новых прямо нету Но мы сейчас пойдем к лавану Возьмем чистые и заведем попробуем Господа Ну, слушайте, пока Пока что А вопрос, почему не завелась Почему нет, в смысле, почему завелась и дизелила У меня есть от этого же мотора Слушай, а у меня есть предположение Что? А куда делась масло? Куда делась масло? Куда делась масло? Куда делась масло? Надо с той стороны разобрать и посмотреть Мне кажется, просто давануло прокладку на холодную Вот эта верхняя И просто масло было все в колодце Так, у нас сзади бустер подключен один, да? Пока отогреться, ежить станет легче Давненько-то не было таких морозов А что если Я включу, короче, все были дара Это рефтоподбор Да Короче, а что если Ну, звук-то реально был похожий на цепь, но Этот звук также очень сильно похож на вихревые заслонки А что если просто вихревую заслонку оторвало? Они же пластиковые Да, и из-за этого ее Куда-нибудь заклинило и поэтому, например, правая башка не работает Ну, там, скорее, знаешь, как было, что Пошло другое смесь образования И перелило горшки из-за этого И уже больше не завело Ну, не могла она нормально завести все цели Просто перелило топливо туда Ага Детон может быть Почему? Потому что, опять же, неправильная смесь образования Ага И, например, догорание топлива происходило уже на выпуске То есть на такте выпуска Ну, вот она вот здесь То есть, например, когда у тебя, опять же, перелив идет И опять неправильная смесь Или, например, какой-то сбой в зажигании происходит Она спокойно может бахать, бахать, пока не прогреться То есть, ну, такое вот, реально Что, господа, мотор-то, говорят, это еще более-менее Но с этой стороны, кстати, сухая А с этой стороны не сухая Я пособие тоже Наглядно Давай То есть, мы сейчас увидим, что она, в принципе, никуда не залетет, да? Ну, мы вообще просто посмотрим на эту всю историю Так Смотрелся, на что мы видим И вихрь у нас внутри получается Исключительно Можно через это посмотреть Эндоскопом? Ну, эндоскопом, да, судя по всему Тебе видно? Да Ну, при всем желании, они туда не улетят Они большие Ну, давай тогда вставлять, дозаводить Так Короче, задиров нету Питание идет Пробуем заводить Питание идет Питание идет Питание идет В общем, у нас чудо случилось В 50-м 50-м Очень хорошо, что клапана не загнуло Чудо Чудо И очень плохо то, что То, что Она все равно продолжает Не заводиться Да Разбираем дальше что-то Так Вот Мы сняли клапанные крышки Сейчас это Плюс-минус В МТ на несколько градусов Потому что я болтаю туда-сюда Колено Проверяю И вот Фиксатор у нас Где-то В этих краях Да Но они хотя бы Синхронны Да То есть Верхний вал Нижний вал Соответственно Мы смотрим Вращаем Коленчатый вал сейчас Так Чтобы видно было Вращаются А с другой головкой Ситуация интереснее Не вращаю Вот Не вращаю колено А валы не вращаются Валы стоят на месте Если коротко То ситуируем в следующем Я с помощью Вратка вращаю Коленчатый вал На этой головке Валы вращаются На этой головке Валы стоят на месте Предварительный диагноз Обрыв цепи На левой головке Блока цилиндров Ну и соответственно Со всеми вытекающими По фазам Какой-то такой вариант Ну Будем вскрывать Задние крышки Которые находят Вот крышки Грэммой Будем смотреть Что там происходит С цепью Смотри У нас получается Вот это уже Не родной герметик Его клеили Клеили плохо Вроде герметик Светло-серый Это Виктор Рейнс Похож Но Он Наклинишься Какими-то лохмотьями И течь масла была Вот Сзади крышек Видишь Все масло Течет По колоколу Коробки передач По задней стенке Двигателя Подрамник В общем С вот этих крышек задних У тебя убежало Эти два литра масла Почему-то и потерял давление И в общем Натяжители перескочили Так, ну вот Крышка ГРМ Правой головки блока Чтобы Понимать Ситуацию Вот оно Вот здесь вот все протекало Вот видно Прямо ручьем Вот такой вот соплё Видишь герметик там висел Видимо Смазался Короче Просто тупо из-за крышек Из-за этих масла тебя убежало Ну вот это уже как бы ну Даже думать нечего Это сто процентов Вот Вот оно здесь стекло Будем нормальным герметиком Это все клеить Оригинальным Будет все хорошо Будете счастье Вот такая вот новая головка К нам приехала Ну как новая Из Японии Как обычно По классической схеме Я ее немножко ополоснул тут Нагар еще поудаляем Но в целом Самые важные моменты Которые стоит отметить Постели Шейки Без задиров Аналогично Такая вот картина Да-да Я ее уже отмыл Она была чуть-чуть Чуть-чуть потемнее Но в целом Очень хорошая головка блока Клапана в любом случае буду снимать Притирать Соответственно Еще раз мыть каналы И заменять маслосъемные колпачки Вот ответная часть постели Соответственно Ну а тот Вот натяжитель Вот Вот такого цвета Она внутри была Соответственно Карамысло Рокеры с гидрокомпенсаторами Ну распредвалы вон Лежат тоже от нее Так Ну Ну Начнем с таких интересных моментов Бое дело Что мотор еще В домике Ну То что сразу Опора двигателя Ну Как бы все Радиатор Видишь Это завальцовка Она уже с ней течет И радиатор под замену То есть она С одной стороны вроде ничего Это как раз то место Откуда ты мне показывал Что она течет Вот там резинка меняется Но здесь Вот она по завальцовке пошла То есть по-хорошему Вот радиатор надо менять Протечка в Области развала блока Вызвана Вот этим кольцом Оно заказано И термостат Термостат все Он даже вот сломался Вот Вот термостат Видишь он уже Усики у него подотломились Все куда-то улетели Касаемо Касаемо Ну тут понятно Заслонка сломана Заслонка Заслонка Заслонки по левой башке Вон они Видишь Разлетелись в щи И все Их не стало Вот еще одна причина По которой все это могло произойти Бампер ты Вырвал красиво Крепление осталось там Ну может быть Может быть Удастся припаять Ну пока вот такая картинка Как мне все это нравится Такое все интересно Так ну смотрим Значит вот по левой По правой голове У нас только что было все в порядке Мы видим там заслонки Вот она заслонка Закрытая Стоит вот целенькая Здесь нападем правой головкой И живая Соответственно вот в этом горшочке тоже она И в этом тоже А на левой голове ситуация иная Вот там Попытаемся Сейчас Вот ошметки В пятом горшке Особенно видно Вот она заслонка в закрытом положении Куска не хватает Судя по всему Он обломался Улетел туда Двигатель уперся Не смог завестись И в этот момент Он отвернул Возвращатели Потому что ну ему нужно что-то было сделать А он упирается И все Сейчас будем дальше Скрывать Хотя странно что В самом цилиндре На эндоскопе не было видно Ошметков Ну может быть их уже так размолотило В общем ищем дальше Ну вот еще одна течь подоспела Прокладочка была неправильно обжата Соответственно вот здесь тепло Вот он подтек антифриза пошел Ну и все туда вниз Вот здесь еще видишь все в антифризе Будем сейчас смотреть откуда вот этот подтек То есть возможно либо отсюда Вот где идет соединение пластиковых подрубков Вот здесь вроде не похоже Вот этот шланг тоже меняем Его всего раз Расплющило Расколбасило Сейчас откручу помпу Посмотрю как там ситуация И так на данный момент У нас уже собрана Левая головка новая Соответственно Вот она Вот она Вся смазана Подготовлена Для установки Полностью очищена Выпускной тракт Насколько Ну там какие-то следы нагара конечно остались Но я уже не стал сильно заморачиваться Потому что он все равно туда набьется По выпускному тракту Все вон вычищено Все вон самое главное Чтобы там было чистенько Не было кокса Соответственно Смотрим на ту головку Которую мы еще не чистили Это Впуск Даже непонятно Да? Бездна Сейчас переверну ее Чтобы было понятнее Насколько Ну это я ее уже отмыл Надо понимать То есть это Первый этап отмывки был Вот Это у нас Головка правая Вон сколько Нагара Во впуске было Сейчас мы будем его убирать Выпуски почище Ну вот Сейчас я ее буду отмывать И готовить к сборке Собирать Ну чтобы ты понимал общую картину То есть вот Головка правая выглядела Вот так Это левая сейчас Вон сколько там было отложений Ну с правой тоже самое Хотя в постели в целом У обоих долог неплохи Главное что правое целое Вот тут самое интересное Начинается То есть мы ее как-нибудь поставим Вот так вот Ооо Цепь Вон что скачал Башмак Цепь по металлу херачила И что самое интересное Она тоже самое делала Вот здесь вот Ооо Зацени Просто сожрала металл Там башмак развалился Поэтому эти натяжители Очень важно вовремя менять Вот это видишь Рыжая Вот столько лака на моторе От перегрева От плохого масла От всего прочего А Клапанишки давай сразу Короче вот Загнуло Впускные клапана Шестой горшок И впускные клапана Четвертый горшок Пятый горшок Не поврежден оказался Впускные целые Хотя Хотя А нет это удар об клапан Который вот Он об этот зацепился И зацепился вот об этот То есть Повреждены вот Вот эти два И вот эти два Следа След удара о поршне я не вижу Ну Ну да Но тем не менее Вот они загнуты Короче вот Так сейчас попробую Показать наглядно Уровень Закоксованности Есть Вот тут у нас Маслоканалы Вот Вот он Ну там как бы Сейчас Наролю что нибудь Ну ладно Этот еще более менее чистый Вот этот вот Как тебе Масло Немножко Подгорело Закоксовалось Канальчики Подзабило Ну вот Продолжаю Раскопки Этого Этой гадости Вот 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 Оттуда Это Это Сливной Масляный 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 канал Лака Коксов Коксов Разложено И И вот 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 Выглядит Намытая Левая Головка Все Чистенькая Беленькая Без Лаковых Коксовых Отложений То же самое Сейчас сделаем Вот с этой Насколько Чистой Должна быть головка Блока цилиндра Перед сборкой Ну Я думаю Что вот Настолько Это вот Та самая Головка С 3.2 Аук Мотора Которая Коричневого цвета Ужасно Закоксованная Вот Соответственно Полдня Химии Мойки Корщеток Для удаления Нагара То есть Вот Соответственно Классно Идет процесс Разборки Снятия Мотора Решили проверить Все Сейчас вот Навесной Скидываю Потом Подниму машину Буду снимать Блок С помощью Гуся Еще раз Цилиндры Цилиндры 5 6 Хороший Первый У нас Подвел Поэтому Пока его снимаем Вот так Это все выглядит Ну что Мотор Изъят Из Потерян Вот Эта Подушка Раз Вот Эта Подушка Два Разумеется Они уже были В общем-то Отломлены Очень давно Мотор По сути дела Лежал Под капотом Соответственно Где тут Ответная часть Ну вот Ответная часть Из Подушки Как-то так Сам Мотор Вот Сейчас Будем его разбирать И смотреть Дальше Что у нас внутри Сняли поддон С мотора 3.2 Сделали это Абсолютно не зря Потому что Вот они Сколки Натяжителя Ну Грязь Понятно Понятно Кокс Вот эта вся дрянь И смотрите Какие крупные Детали Засосало Маслоприемник Это тоже Куски От натяжителя От башмаков Которые развалились На левой головке Так что все Что мы сделали Мы сделали абсолютно правильно Ну вот Как вращается Приятно Мягонько Нежненько Чистенько Короче Легко все вращается Все отмыл Масло налил Цепи смазал Проверил Все отлично Он готов Он готов К тому Чтобы стать мотором На все свои 256 лошадиных сил Так Мотор собран Впуск Верхнюю часть Пока не ставили Это будет инсталлироваться На машине Чтобы было больше места Змили Сальник Передний Колечный вал с крышкой Так Значит Термостат Вот он Патрубки Идущие Системы охлаждения Они обязательно Под замену Потому что они Раздуваются Теряют форму Вот на маслоохладитель Обязательно Новые ролики Помпа Хорошая Оригинальная стоит Вон Термостат виднеется Новый Опоры двигателя Спилы из Японии Взяли Левый Правый Потому что они Неживые были Так Сзади Видно Следующее Натяжитель цепи Раз Натяжитель цепи Два Сами цепи Болты фазовращателей Все по моменту Ну 40 ньютон 80 ньютон И 92 ворот На каждом фазе Чтобы больше у нас не было проблем С отворачиванием Ну как-то так Есть подозрение Ну точнее не подозрение Почти уверенно Что текло именно вот отсюда Масло подающий канал На фильтр Как она теряла масло По задней стенке Вот так Лилось все И еще добавляли Вот эти крышки Которые были плохо приклеены С них тоже вот так Текло Ручьем Сюда и сюда Так масло ушло И случилось все то Что случилось Добрый день Господа Всем привет Добро пожаловать В очередной день Наконец-то Сколько Сорок шесть дней Не Сорок три дня Аллроуд Был В сервисе Наконец-то Поедем его забирать Аллроуд Не доделал Но у нас Сломалась А5 И нам Так Нужна машина Будем доделать Уже как говорится В процессе Там только Сопли осталось Естественно У нас сделан мотор Ок Скоро Она будет сделана Так Господа Вот Происходит у нас О Сзади было Или спереди Не спереди Когда бить начинает Руль бьет Да Да это привод закусывает Короче ребят Едем Отвозим малышку Едем 50-60 км в час По дамбе Там где нет обочин Вот Но мы уже почти проехали дамбу Так что нам Уже пофиг Ну короче все Финита ля комедия Привод сказал Давай До свидули Ну господа Это *** Вызвали мой эвакуатор Сейчас нас будут грузить Все господа Контент подъехал Вот все Погрузили Сейчас едем к Димону Ай Пушечка лялечка Ну все господа Привезли мы К девайсику Все меня загружает Господа Наконец-то Мучение опятки Подходит к концу Дай Бог Как ты думаешь На лорусе до дома Доедем? Доедем Только не давай ему Поджогу Потихонечку Я сейчас расскажу Что надо сделать Ну следите естественно Проверяем Проверяем масло Постоянно То есть Перед каждым пуском На всякий случай Ты понимаешь Работа большая Всякая может сейчас Ты короче смотри Следи за уровнем антифриза И уровнем масла Это самое главное Потому что сейчас Она молотила Там все сухенько Все хорошо Торма жми Так господа Наконец-то Забираю свою машину Напидодрена вся А бампер то не приделал Да Мы его просто прикрутим Вот смотри Тут есть пластиковая Тут есть пластиковая Сейчас Я решил с тобой посоветовать Пока что так и сделаем Как вандалить Да Шалом Шалом Давай расскажи Что мы тут делаем Зачем мы тут собрались Мы собрались Чтобы проверить Герметичную систему На холодильнике Потому что У нас она немножко Подливает В развал Источников У нас может быть Всего Три Термостат Прокладка Маслоделителя И Трубка Кольцо трубки Которое идет На печку Но Термостат у нас Полностью новый Маслоделителя Трубки тоже Новая прокладка Поэтому сейчас мы посмотрим Откуда это все могло идти И будем разбираться Ну в остальном пока Просто проверяем Смотрим Выглядит все очень пока Прилично Мы с тобой эту серию Не завершили Серию Мы много чего не завершили Да Давай сейчас вот пять минут Вот уделим Короче да И Короче Господа Как итог Этот мотор Можно Перебрать Не снимая с машины Дима снял его с машины Только исключительно Потому что Это заемно Нет Это можно Можно Но это правда Очень геморрой Вообще На самом деле Как делают все Они снимают мотор Вместе с коробкой То есть Роняют с машины Всю подвеску Весь Спарку агрегатов И просто кузов поднимают Но это что какой минус У тебя машина На подъемнике зависнет То есть Она перестает быть мобильной Один подъемник у тебя Минусанулся сразу А так Если ты вытащил чистый мотор Положил там коробочку И все это оставил Машина катается То есть ты выкатил Занимаешься мотором спокойно Я его снимал Больше для того Чтобы разобраться С проблемой Задира То есть Да Который у нас там Нализанный поршень был В первом горшке Вот И как следует отмыть Потому что кокса было много Вот И тот кто два ванна На нем ездил Он видимо масло Менял то ли редко То ли очень поганое масло Было Есть какие-то вопросы Да Расскажи еще что Крышечки можно Да Вот переклеить До снятия мотора Да Крышки можно переклеить Это все делается без снятия На самом деле Если посмотреть Доступов вполне достаточный И даже натяжитель можно поменять Можно поменять Да Тут есть место Чтобы поставить Держатель распредвала Но нужен второй человек Который будет его тянуть Потому что мы тянем Сначала 40 Нм Потом 80 Нм И потом что на 90 градусов Доворачивали новый болт Чтобы фазовращатель закрепить Без снятия фазовращателя Натяжитель не поменять Так что ребят Но если у вас Такие машины То вот надо ехать К этому человеку Привет Я очень их люблю Они классные И вполне ремонт пригодные А не так вот Когда заезжаешь В сервис Не будем называть Те сходу говорят Снятие мотора Замена цепи Да Замена цепи Вообще на этих моторах Цепь очень долговечная Она прям Толстая Крепкая И не только я так считаю Многие ребята Кто занимаются вагами Уже это не раз говорили О том что на них Если вам меняют цепь На этом моторе Чаще всего разводнят Замена Натяжителей Головок блока Да Но это только головки блока Без снятия мотора Замена цепи нижних Не нужна Они там Ну они чуть ли не вечны Правда они не мотор могут пережить Так Развал блока Да Он нассал Но он Перестал туда ссать То есть смотри Вот есть трубка вот эта Да Вот она входит Вот она на печку пошла И вот здесь вот термостат входит Вот термостат Соответственно Но он новый Он вообще весь новый С прокладкой Корпус все новое И маслоделитель По которому прокладка Ну вот кстати А я не могу тебе сказать Потому что если оно Поднималось до такого уровня То оно могло просто Обоссаться здесь Ну то есть вот это вот то что Розовый там да Говорит о том что он просто Поднялся до этого уровня И просто остался след А потом куда он девался Товарищ майор Здесь все сухо Вот это вот этот фланец Я тоже в последний момент Заказывал менял У него вообще рассыпался Внутри оказывается Я его не заметил У него внутри грубо говоря Бортовка под прокладку Да вот под эту Под желтенькую А та бортовка просто развалилась Там ее не было Прокладка у тебя съезжала И отсюда тоже ссал Антифриз под бедрами Там еще есть фриз Смотри Он то что стоит Это просто остатки Вот Даже он до сюда доходил Сверху Но здесь его быть не может В принципе Хотя Он высоко поднимался Но сейчас его тут нету Давай мы сейчас это дело замоем Аккуратненько Так господа Ура Что записалась Не знаю На каком Моменте Блин это Какой был момент Момент хороший был Тут уже продолжаем Дело Точнее Дима продолжает Дело Только стою над душой И мозги Вот Короче Господа Что хотел сказать Allroad Наконец-то Заканчивается Наконец-то Будет продолжать ездить Надеюсь Как думаешь На нем возможно будет На море съездить? Ну Еще Поковыряемся В нем И думаю Все возможно Нам главное Артефакты все устранить Любая глобальная Такая разборка Сборка Приводит в появление артефактов То есть То что тут что-то не заработает То там что-то не заработает И это потихонечку Все устраняется Единственное Сейчас надо будет пошуршать Да Сейчас Секунду Давай Вот И далее Где-нибудь сейчас Приехала Опята На полный привод Это уже другая история Это другая история Да Это действительно Интересная история Вот Мы будем свапать вместо Вариаторж Да 3.2 вариатора Будем ставить полный привод ZF 6КП 28 Коробку С торсом Ну со всеми делами То есть Полно Полно Опциональной Опятки 2008 года Вот Единственное что там нет Там спортивного самоблока нету Да То есть там была опция Вот у нее этого нет Потому что она появилась чуть позже В 2008 ее просто ну физически не было Но вот у нас есть свап Полнопривода Именно вот такой вот Так А тут я привез получается Маховик Привода Там Защитки Кардан Короче яйца Начинаю Привозить Машины Как Аня скажет Ну что А сериус Алродум Я предлагаю вот На этой хорошей ноте Завершить Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки И это правильно Приезжайте к Диме И это тоже правильно Вот Всех короче Любим Целуем Обнимаем Счастливо